Смоленск один из древнейших городов России. Точная дата его основания теряется в веках, но исследователи сходятся в том, что город возник и стал интенсивно развиваться под влиянием важнейшей трансевропейской торговой артерии своего времени путей, из Варяг в Греки. Именно с этим речным торговым маршрутом связано первое датированное летописное упоминание Смоленска. Устюжский летописный свод сообщает, что в 863 года в Варяге Аскольд и Дир отправились из Новгорода в Царьград, и пошли на Днепр реку, и по Днепру вниз мимо Смоленска, и не явились к Смоленску, за не град великом над людьми. Существуют разные гипотезы о происхождении названия города. Наиболее устоявшаяся версия происходит от слова «Смола». Путешественникам, которые перетаскивали свои корабли по волокам, приходилось часто смолить днища судов. Многие из местных жителей занимались смолокурением варкой смолы и хвойных деревьев. Смоленск – ровесник русского государства. Между первым летописным упоминанием Смоленска и призванием князя Юрика в Новгород в 862 года всего один год разницы. Более того, племя Кривичи считается одним из инициаторов создания древнерусского государства. Повесть временных лет прямо указывает, что Кривичи участвовали в призвании князя Юрика, сказали Руси чуть, Словения, Кривичи весь, земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Согласно же, в повести временных лет, именно Смоленск являлся племенным центром Кривичей, Кривичи и же сидят наверх Волги, и наверх Двины, и наверх Днепра, их же град листь Смоленск. Непосредственно по линии Новгород-Смоленск-Киев в 882 года князь Олег Вещий создает большое древнерусское государство. Радзивиловская летопись сообщает, по идее Олег, поим воем ноги, варяги, чуть, Словения, Мерю, весь, Кривичи, и приди к Смоленску с Кривичей, и прия град, и посади мужа свои. По-видимому, Смоленск добровольно перешел под власть князя Олега, в войске которого было немало Кривичей, поскольку в летописи сказано, принял, град, а не захватил.